и ребята конечно я не мог пройти мимо этой семерочки это арма fire team 6s blx 7 масштаб новинка из новинок прям вот вот только что прям вот достал получил и так далее бешеный баги монстр траги не знаю очень похоже конечно же на шорт но тут короче все колеса обалдеть ребят давайте конечно же посмотрим что это за тачка такая в общем это ну наверное больше баги хотя на базе обычного шорта мохава который сделан да то есть 4 здесь есть военного с ружьями увы ах сейчас никакой ничего не говорю полнейшая комплектация ртр потрясающие колеса два цвета один вот такой вот черненький другой вот такой вот беленький очень красивый очень крутой смотрится просто обалденно дальше давайте если смотреть что идет по комплектации конечно же сам автомобиль аппаратура управления сейчас мы посмотрим какая система стабилизации я что-то в нем если не ошибаюсь не нашел вот но нужно посмотреть более внимательно почитать хотя думаю наверное скорее всего она здесь есть дальше это очень похоже вот полностью да то есть семерка масштаб это конечно же сделано из инфракшена и мохава вот другие стоят колеса не шире никак просто колеса другие здесь стоит система которая поддерживает 6 банок то здесь ничего такого три металлические дифференциала передней посередине и сзади конечно же воздушное охлаждение конечно же 6s поддерживает фирму ну в общем все классно и щик и щик ребята наш с вами красавец как его говорил в обалденном самом крутом черном цвете смотрится просто конечно потрясающе поэтому вопросам никаких нет ой-ёй-ёй-ёй-ёй а вы знаете смотреть по фотографиям и судить по данному автомобилю для плюс еще посмотрев тесты что-то кстати он мне как то совсем не понравился теперь я просто смотрю на него какую он классный. Ребят, посмотрите. И понимая то, что тачка получилась просто вообще обалденная. Да, своеобразная. Да, очень такая. Но то, что Arma умеет делать, умеет удивлять, у нее здесь получилось. Тачка получилась огненно. Давайте доставать. Здесь, конечно же, с вами документы. Как всегда, скорее всего, пиньоны плюс набор инструментов. Да, это все здесь у нас с вами есть. И аппаратура управления. Так, вот, по аппаратуре управления, так как там есть еще. Вот, смотрите. Блокировка заднего моста, как на Infraction. Да, заднего дифференциала, так это назовем. Аппаратура управления, наверное, здесь включение-выключение. Нет, системы стабилизации здесь нет. Да она не нужна. Такой монстр. Зачем она нужна? SLT3 питается четырьмя пальчиками батарейками. Ребят, первое впечатление. Оно обалденное. Тачка смотрится просто отменно и красиво. Колеса, ну да. Как и были нарисованы, но вот эта боковинка, она вообще почти жесткая. Резина, конечно же, красивая. Спереди и сзади одинаковая. Итак, по копийности. Я так понимаю, у нас полная проработка. Смотрится ого, прям вот это клипсина. Это клипса. Клипса, как прямо можно сказать, на 8С. Вот, там у нас, конечно же, сидят люди, человеки. У них глаза, точнее, голова крутится. Здесь есть проработанное оружие и руки вверх-вниз сделаются. Также у них есть там немножко по управлению, но это, конечно же, не сильная проработка, но уже тоже отлично смотрится. Здесь сверху у нас очень красивая, конечно же, проработка. Ну, прям смотрится прикольно. Так, сзади тоже у нас с вами давайте две клипсы снимем. Спереди клипсы, кстати, больше имейте ввиду, если будете кто-то заказывать, покупать. О! О! Ничего себе, какой тяжелый кузов! А, ну здесь вот такой стильный прям каркас жесткости, но чтобы не сломать, да? Вот так вот все проработано, плюс здесь вот такой вот есть пластик, чтобы это все у нас с вами служило. Прикольно! Очень прикольно! Я ничего другого говорить не буду, потому что здесь уж, ребят, на вкус и цвет кому что нравится. По шасси, как и говорил, конечно же, это металлическая дека, она причем обычная, ну то есть, в смысле обычная металлическая их дека, да? Которая по-своему, конечно, себя ведет в разных тестах, но это мы сейчас с вами тестим именно на кратане. Вот, в остальном, как и говорил, фирма регулятор оборотов поддерживает 6 банок, то есть здесь мы с вами можем поставить с вами 2 по 3С моторчик, бешеный, крутой, и, конечно же, фирма 2050, то есть, который стоит на шестых масштабах, на восьмых, извините за выражение. Дальше, у нас с вами здесь есть блокировка заднего моста для крутого дрифта. Все, и серва. Серва С625, это у нас, кстати, 650 серва, но, так понимаю, просто послабее. Вот, бокс, как на откастах, влагозащищенный бокс, подприемник, вот, в остальном, металлическая центральная тяга здесь есть, вот эти тяги здесь у нас с вами пластиковые идут. Дальше, как я говорил, металлическая, вот эти пороги, мне кажется, стопудово отвалятся, очень такие уж они нежные. Бабочки, и передняя, и задняя у нас с вами пластиковая, вот, очень похоже на откастовские или на хава, то есть, очень похоже. Вот, дальше металлические, черного цвета амортизаторы, полностью все металлические, заправленные силиконовым маслом. Отрабатывают прикольно, и также здесь обалденные, что задние, что бередние, такой прям, знаете, сильно от ударов будет прям отрабатывать, наверное, классно. И к нему, как раз, вот эти вот стоят пенопласт, чтобы это все было мягко, то есть, вот такие бампера. Смотрится классно, нижние рычаги, вот, внушает, если честно, какого-то прям доверия. Не знаю, почему, но смотрится хорошо. Огромные тяги приводные, ну, конечно же, тяги привода, металлические чашки, дифференциалы, также все металлические. Включение здесь, кнопочки, и, как бы, смотрится очень даже надежно. Это, кстати, видели, да, на новых откастах было. Пиньончик, если что, и запасные в комплекте, но так смотрится очень даже надежно и интересно. Вот, здесь тоже у нас с вами рычаги такие массивные и смотрятся прям вообще очень-очень даже хорошо. Это седьмой масштаб. Тачка в длину 61 сантиметр и в ширину 40. Ну, то есть, тачка на самом деле очень огромная и, в принципе, довольно-таки очень интересная. Я честно вам скажу, поначалу, я даже думал, думал не распаковывать, сразу продать, ну, потому что как-то она мне очень не понравилась. Но, когда вы достаете седьмой масштаб, ребят, я честно вам скажу, вы просто обалдеваете, вы просто радуетесь и действительно тачка вам подарит те эмоции, которые вы заказываете. Сколько она обошлась? Она обошлась, мне честно вам расскажу, в пределах 60 тысяч рублей. Это с доставкой, с госпошлиной, со всеми скидками и так далее. Спасибо большое человеку в России. А сейчас, ну, это все. То есть, прям вот, ну, прям все. Эта тачка будет стоить очень дорого, неимоверно. Курс бешеный, арму с почти не привести. Поэтому, ребят, наслаждаемся тем, что есть. Эта тачка однозначно улетит на продажу. Я объясню, почему. Потому что это по-своему арма, да, то есть, на своей вот этой вот основе, на своей шасси и металлические, да, привода, все остальное, все классно. Но, как я и говорил, это все арма. Она прикольная, она крутая, она классная. Хочется просто объяснить по-нормальному и сказать то, что сейчас я убиваю Кратена и буду убивать его дальше. Вот. В остальном тачка прикольно смотрится. По технике я вам вроде все рассказал. Внешка, вот, вот честно вам скажу, на фотографиях, на видео, прям вот, я не понимаю, кто что говорит, ребят, я честно распаковал, я прям обалдел. Тачка смотрится классно, массивно, за те деньги, за которые там я ее продаю, или сколько она будет стоить там чуть попозже, там 750 долларов. Она стоит того, она огромная, крутая, классная. Прям советую. Действительно, те, кто любит что-то интересное, особенно любит баги, пожалуйста, спокойно берите. И я думаю, всем будет интересно пощупать эти колеса. Всем спасибо большое за внимание. Пальчик вверх, подписочка, конечно же, приветствуется. Впереди новые видео, новые обзоры. Мы с вами не останавливаемся ни в коем случае. Видео есть, они будут, тачки идут, новинки идут. Поэтому, ребят, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok